Всем привет! С вами Стрёмный. В сегодняшнем ролике речь пойдет о городских легендах в СССР. От ложи мрачных призраков, утомительных оборотней. Окунитесь в сюрреалистический мир советских городских легенд и жутких историй. Детские страшилки. Красная пианино. Маленькая девочка, которая очень хотела научиться играть на пианино, получила его в подарок на день рождения от родителей. Когда оно было доставлено, магазин передал родителям контакты старушки, единственного человека в городе, который мог бы починить его. Через несколько недель дочь начала жаловаться родителям, что у нее болят кончики пальцев. Ей сказали, что это нормально. Она просто утомилась из-за чрезмерной практики. Но если она будет продолжать, ее пальцы привыкнут к давлению. Девочка продолжала заниматься, но стала худеть и бледнеть. Затем, через месяц, сломалась пианино. Пригласили старушку. Когда она приехала, то сказала родителям и девочке, что им нужно держаться подальше, поскольку она не хотела, чтобы ее отвлекали. Она закрыла дверь в комнату и вскоре вышла. Девушка вернулась к своим повседневным занятиям и вскоре стала так слаба, что едва могла ходить по комнате. Потом снова сломалась пианино. Старушка снова пришла и опять попросила никому не заходить в комнату. Родителям стало любопытно, как такой хрупкой старушке удалось починить такой инструмент. И они решили заглянуть через замочную скважину. Они увидели, как та открыла пианино и достала стеклянную банку, наполненную чем-то похожим на кровь. Затем она выпила. Родители поспешили вызвать полицию, которая вовремя подъехала к дому, чтобы арестовать старушку. Изучая пианино, они обнаружили, что в клавиши встроены крошечные иголки, настолько маленькие, что их практически не видно невооруженным глазом. Когда девочка играла, она получила крошечные уколы, из которых кровь капала в банку. Пианино было спроектировано так, чтобы оно ломалось, когда сосуд был полон, чтобы старушка могла прийти и выпить кровь. Чёрные шторы Однажды мать девочки отправила её в магазин купить занавески для дома. Она сказала ей ни при каких обстоятельствах не покупать чёрные. Но в магазине, в который пошла девушка, были только чёрные. Поэтому она решила купить их, а не идти куда-нибудь ещё. Мать рассердилась, но всё же повесила шторы. Ночью отец девушки был задушен, а на следующую ночь то же самое случилось с её матерью и братом. Девушка побежала в полицию, которая решила устроить засаду для расследования убийств. Они спрятались в квартире, а девушка, как обычно, сделала вид, что ложится спать. Затем они увидели, как чёрные занавески подтянулись к кровати девушки, чтобы задушить её. Полицейские открыли огонь по занавескам, которые начали кричать и кровоточить, когда в них попали пули. Затем они упали на пол, девушка выжила. Гроб на колёсах Мать девочки была очень больна и сказала дочери, что если она умрёт, то никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя красить ногти красным лаком. Мать умерла, и по прошествии некоторого времени дочь забыла о запрете и стала красить ногти в красный цвет. Когда она закончила, в квартире внезапно включилось радио и объявила, «Эй, девочка, удали лак с ногтей. Гроб на колёсах нашёл ваш город и ищет вашу улицу». Девушка растерялась, подумала, что ослышалась. Она включила телешоу, чтобы отвлечься, но там звучало «Эй, девочка, гроб на колёсах нашёл вашу улицу и ищет ваш дом. Сними лак с ногтей». На этот раз девочка, испугавшись, взяла жидкость для снятия лака и стала тереть ногти. Она бросилась к телефону и набрала номер подруги, чтобы попросить о помощи. Но вместо голоса подруги на другом конце линии она услышала тот же голос. «Эй, девочка, гроб на колёсах нашёл ваш дом. Сейчас ищет вашу квартиру. Сотри лак с ногтей». Девушка бросила телефон и попыталась быстро почистить ногти, но лак на последнем ногте остался. Она услышала стук в дверь, глянула в глазок и никого не увидела. Предполагая, что опасности нет, она открыла дверь. Перед ней стоял гроб на колёсах. Он открылся и оттуда вылезла её мать. «Почему ты меня не послушалась?» – просила она и задушила дочь. Красная паника Слухи и городские легенды имели в Советском Союзе особый статус из-за жёсткой цензуры. Советские люди всегда осознавали неполноту официальной информации, поэтому степень доверия к неофициальным источникам была очень высока. Советская тайная политическая полиция, которая в разные периоды называлась НКВД, МГБ или КГБ, внимательно следила за настроением людей, что, по мнению этого ведомства, наиболее точно выражалась в их слухах и шутках. До смерти Сталина в 1953 году регулярно делались так называемые «отчёты о настроениях общественности», где фиксировались заявления людей на политические и экономические темы, в том числе и слухи. В 30-х и 40-х годах человека могли арестовать и приговорить к исправительно-трудовым лагерям за распространение определённых слухов. Давайте попробуем проследить историю страхов в СССР. Крысы в колбасе и труп в бочке с квасом На улицах советских городов ходили слухи, что на дне бочки с квасом кто-то нашёл труп собаки или кошки. Ссылаясь на эту историю, родители советовали своим детям покупать квас только у знакомого им продавца. Во втором случае, рассказчик обычно ссылался на друга с мясокомбината, который якобы видел отвратительную сцену собственными глазами. Будто там крыс было так много, что они попадали в чан с мясным фаршем, размалывались, а затем оказывались в колбасе. Загадочная чёрная Волга В стране упорно распространялись легенды о таинственном чёрном автомобиле, который увозит детей прямо с улицы. Никто никогда не видел водителя, и теории варьировались. Первая легенда гласит, что Лаврентий Берия, один из ближайших соратников Сталина, ездил на своей чёрной машине по Москве, разыскивая привлекательных девушек и женщин. Вторая легенда появилась в 80-х годах. Чёрная Волга, за рулём которой были сектанты, евреи или иностранцы, они якобы похищали детей, чтобы забрать их кровь или органы и отправить за границу в специальных контейнерах. И, наконец, третья легенда рассказывала о Чёрной Волге, которая похищала детей с непонятной целью и непонятным образом. Эта история была популярна в 70-х-80-х годах среди детворы, но выражала взрослый страх перед насилием со стороны государства. На языке детских страшилок эта легенда описывала типичную ситуацию ареста времён Большого Террора, когда человека увозили в чёрном воронке, и он мог исчезнуть навсегда. А родственники долгие годы ничего не знали о его судьбе. Красная фотоплёнка Существование красной плёнки, которая позволяет её обладателям видеть то, что находится под одеждой, ещё одна городская легенда 70-х-80-х годов, популярная на советских школьных дворах. Её будто специально использовали как средство шантажа. В позднее советское время контроль государства над гражданами осуществлялся преимущественно дистанционно – прослушивание телефонных разговоров, цензура, фотонаблюдение. Среди горожан и особенно среди оппозиционно настроенной интеллигенции было много историй о сверхмощных устройствах КГБ, которые могли нарушить личную жизнь человека, например, видя и слушая сквозь стены и окна квартир. В то же время дети рассказывали о специальных приспособлениях, как правило, о красной фотоплёнке или очках с красными линзами, которые позволяли пользователю видеть одетых людей полностью обнажёнными. В советских школах такой якобы обладатель красной плёнки шантажировал одноклассников угрозой создания обнажённых фоток и таким образом получал неограниченную власть. Детей не интересовало шпионское КГБшное оборудование, но они чувствовали, что живут в обществе, где конфиденциальность была очень хрупкой и могла быть нарушена в любой момент. Колодец в ад В самых живущих легендах всегда есть доля правды, тем более, если они связаны с наукой. Так обстоит дело с историей группы исследователей, которые, как сообщается, отправились в Сибирь в поисках природных ресурсов. Ничего необычного не происходило, пока однажды приборы не выдали абсурдный набор показаний, а температура, излучаемая из отверстия, превысила тысячи градусов. Но ещё более тревожными были низкие приглушённые звуки, исходящие из глубины. То, что началось с беспорядочного шума, переросло в низкий стон, и микрофоны начали улавливать крики, которые безошибочно были человеческими. Тысячи, возможно, миллионы голосов кричали от вечной боли. Проект был закрыт. Эта легенда, скорее всего, основана на Кольской сверхглубокой скважине, которая в настоящее время является самой глубокой в мире. Хотя она была вырыта в 70-х годах, история достигла своего апогея в 90-х, когда американское телевидение выдало это как факт, создав полноценную мистификацию, сопровождающуюся записями человеческих криков, взятых из итальянского фильма ужасов. Чёрная птица Чернобыля Многие знают об ужасающей чернобыльской катастрофе, но большинство не ведает, с какими странными обстоятельствами столкнулись некоторые жители Припяти до того, как это всё произошло. По словам очевидцев, незадолго до аварии на огромной атомной электростанции в апреле 86-го года, они начали испытывать странные явления, включая ночные кошмары, угрожающие телефонные звонки и встречи с огромным причудливым крылатым гуманоидным существом с яркими красными глазами, которая стала известна как черная птица Чернобыля. Некоторые утверждали, что она парила прямо над реактором после взрыва. «Правда, страшнее вымысла». Представление о том, что секретные советские учёные создают ужасную угрозу, было как раз тем, что распространялось в то время, и не зря. Вот несколько странных экспериментов, проведённых советскими учёными в эпоху Холодной войны. Гибриды человека-обезьяны Илья Иванов был российским учёным-практиком начала 20-го века. Он сделал себе имя, как пионер в области искусственного оплодотворения, и его первоначальной целью было совершенствование домашних животных. В 1901 году он основал первый центр искусственного оплодотворения лошадей. Однако, неудовлетворённый достигнутым успехом, он переключил всё внимание на создание гибридных видов. В конечном итоге Иванов создал гибрид зебры с ослом и европейского зубра с коровой. В 1924 году он предложил провести эксперимент по созданию потомства человека и обезьяны. Были предприняты попытки оплодотворить самок-обезьян спермой человека. Это не привело к появлению жизнеспособных плодов. В конце концов, учёный был сослан в Казахстан, где вскоре умер, так и не достигнул своей цели. Двухголовые собаки Владимир Демихов Ещё один советский учёный, который открыл очень настоящую и ценную науку, но прославился своими более узкими работами. Он создал первое искусственное сердце и успешно имплантировал его собаке. Учёный сыграл важную роль в развитии трансплантации. Демихов первым разработал внешнее вспомогательное устройство для сердца, которое могло взять на себя функцию органа примерно на 5 часов. Позже он провёл первые успешные трансплантации сердца и лёгких у разных млекопитающих. Но он вошёл в историю как сумасшедший учёный за эксперименты, которые он провёл в 54-м году, пересадив голову собаки на неповреждённое тело другой, в результате чего получилось двухглавое животное. В итоге было проведено 20 таких опытов, самый успешный из которых продолжался месяц. Воскрешение мёртвых Сергей Брюхоненко был выпускником медицинского факультета Московского университета и поставил перед собой задачу поддерживать жизнь отдельных органов вне тела. Учёный разработал метод, с помощью которого лёгкие и сердце животных функционировали без тела. Следующим шагом было создание аппарата, соединяющего работающее сердце и лёгкие с головой и доставляющего насыщенную кислородом кровь. В 1925 году он продемонстрировал съезду патологоанатомов устройства, оживляющие голову собаки после смерти. Совокупность советских экспериментов привела к радикальным улучшениям в медицине, которые положительно повлияли на человечество на протяжении последнего столетия. Но остался образ безумного советского учёного, подпитывающий страх и городские легенды. Рождённый в СССР коллекционер трупов Городская легенда о кукольнике из России на самом деле имеет реальные корни. В 2011 году мужчина был задержан в Нижнем Новгороде после того, как была раскрыта его шокирующая тайна. Учёному Анатолию Москвину, владеющему 13 языками, нравилось выкапывать трупы и украшать останки, чтобы разместить их повсюду в своём доме. Всего на протяжении 10 лет он похитил 29 трупов. Сам он не признаёт своей вины. Более того, считает, что творил добро для мёртвых детей. Он рассказывал, «Я очень хорошо с ними обращался, наряжал, заботился о них. Мы вместе спали, смотрели телевизор. Бывало, что к некоторым куклам Москвин терял интерес. Тогда он закапывал их обратно в землю. С иными он проводил эксперименты, вставляя в тела устройства, чтобы они могли говорить. При этом родители, проживавшие вместе с ним, даже не подозревали, из чего были сделаны его омерзительные игрушки. В суде он был признан невменяемым. Его освободили от уголовной ответственности, назначив принудительное лечение. Это отвратительное событие помогло усилить легенду о коллекционере, загадочной фигуре, которая похищает людей, убивает их и выставляет на обозрение их мумифицированные останки. Этот образ известен во всём мире, но с такой жуткой правдивой историей легенда вырисовывается ещё ярче. Я попытался пролить свет на несколько популярных городских легенд СССР, а некоторые из них так и остались окутанными тайной. В конце концов, эти истории являются наследием советской эпохи, и следующее поколение, несомненно, услышат рассказы о нашем времени. Будь то старое или новое, правдивое или выдуманное, они всегда будут оставлять яркие впечатления на долгие годы. Если вам понравилось видео, есть чего добавить к нему. Пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!